Шаббат Шалом И Он хочет, чтобы люди Его, Его народ, который Он создал, искупил, оправдал, отдавали Ему самое лучшее. Если это жертвоприношение, чтобы это было лучшее. Если это хвала, чтобы это было самое лучшее. Чтобы человек понимал то, что он служит великому живому Богу. Каждую субботу утром первая проповедь посвящается изучению, учения нашего Господа. И изучая это, наше сердце должно быть открытым. Оно должно быть желать того, чтобы познавать, что есть воля Божия. Потому что в этом есть большой смысл. От древности люди старались и искали учения о Боге. Они хотели познать Его волю. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, люди толпами ходили следом за Ним, тысячами, чтобы услышать эти слова истины. К большой скорби и сожалению, люди 21 века, казалось бы, самые прогрессивные, разумные, наученные люди, все меньше и меньше хотят слышать слова живого Бога. Их гораздо больше интересует другое. Все, что происходит в этом мире, вся этот поток развлечений, который идет сегодня на интернете или на телевизоре, он гораздо больше увлекает людей, нежели слова живого Бога. Им оно кажется скучным. They say it is boring. Они не хотят этого учить, не хотят в это понимать. Нам это неинтересно. Конечно, гораздо интереснее, может быть, поиграть в какую-то игру или еще чего-то. Нет. Друзья, Слово Божье – это есть большая сила. И как бы хотелось, чтобы она сегодня проникала в сердце каждого человека. Чтобы каждый человек в Церкви Божьей понимал и осознавал, что он пришел в Дом Собрания для того, чтобы познавать волю Божию. Для того, чтобы своими устами воздавать Ему славу, молитвенно соединяться с Ним. «Да будет Его святое имя прославлено». Сегодня тема, о которой мы будем, это будет продолжение той, которая была начата в прошлый раз. В прошлый раз мы слышали о вере. Но у веры есть источник. Что это за источник веры, который должен быть в нашем сердце? Который должен вести нас по этой жизни и помогать нам в этом? Вы знаете, Священное Писание говорит, кто этот источник. У нас есть этот источник. И этот источник называется «Начальник и совершитель веры нашей». И кто это, братья и сестры? Иисус Христос, наш Господь, наш Мессия, наш Спаситель. Он есть начальник и совершитель веры нашей. Это тот источник, к которому мы должны обращаться за верою, где мы должны ее искать. Ефесянам 2 глава, 8 и 9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас». Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Через веру. Но это Божий дар. Это Божий дар, который дарован каждому из нас. И как этот Божий дар должен проявляться в нас и в нашей жизни. О чем именно говорится нам в этом месте? Я вообще учу или стараюсь сам относиться к себе так же в жизни, что каждый стих Священного Писания, который мы читаем, мы не просто его читаем. Я не понимаю, что Библию можно читать как книгу. Ее невозможно читать как книгу. Художественную, я имею в виду. Библию надо читать как то, что в нем сокрыто глубокое знание, учение, познание, как себя, так и окружающего. И поэтому, когда мы берем стих из Библии, мы не просто его прочитали и закрыли, и все. Нет, мы изучаем. Мы изучаем, о чем говорится в этом стихе. Давайте мы посмотрим Римлянам 12 главу 3 стих. «По данной мне благодати, каждому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил». По мере веры. По мере. То есть Бог каждому уделил меру. По мере веры, которую Бог каждому уделил. И уделяя веру каждому из нас, Господь хочет, чтобы эта вера развивалась в нашем сердце. Чтобы эта вера росла в нашем сердце. Чтобы каждый из нас, понимая эту силу, понимая того, что она должна, эта вера, быть в нашем сердце, расти и умножаться. Как эта вера зарождается в наших сердцах? Откуда она берется? Где ее источник, о котором мы говорим сегодня? А источник ее – это следующий. Священное Писание говорит нам. «А без веры угодить Богу невозможно». Это 11 глава послания к евреям. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Человек, приходящий к Богу, должен веровать. Он должен веровать, что Бог есть. Это начало. Это с того, с чего все начинается. Все начинается именно с этого. Человек, приходящий к Богу, начинает веровать, что Он есть. Посмотрите, сколько сегодня миллионов людей живет на этой земле, и многие из них, они не верят в живого Бога. Многие из них верят в другого Бога. Сегодня очень много людей говорят, о, сегодня много религий, сегодня много понятий, которые человек может преследовать или последовать. Но я хочу, чтобы сегодня каждый из нас услышал следующее. Вот эта первоначальная вера, которая должна родиться в нашем сердце, она должна родиться от слышания Слова Божьего. Потому что написал Павел и сказал, «Вера от слышания». Вера от слышания. Когда человек слышит Слово Божье, Слово, которое писали святые божьи человеки, будучи движимы духом святым, то это Слово должно в сердце человека зарождать веру. Зарождать веру. Очень хороший пример в этом оставлен в книге «Деяния апостолов». Люди пришли в Иерусалим на поклонение. Это был день Пятидесятницы. Это был великий праздник. Когда они пришли туда, в это же самое время, в одной из горниц было собрано 120 человек. Эти 120 человек, они были собраны вместе, потому что они слышали слова, «Не отлучайтесь от Иерусалима, пока не исполнитесь силою свыше». Они желали исполниться этой силой. Они хотели гореть этой силою. И когда они молились, Дух Святой сошел на них. Это было обильно. Это было сильно. Люди начали говорить на иных языках. Они стали говорить слова, неизреченные слова Божьи. И люди другие, которые пришли вроде бы на поклонение в Иерусалим, с разных стран, с разных частей света, они пришли в Иерусалим на поклонение. Они смотрели на этих людей и говорили следующее. Да они напились. Они напились сладкого вина, потому что то, что происходит с ними, это что-то ненормально, так не должно быть. Когда люди говорили это, Петр встал. Когда Петр встал, он возвысил голос свой и начал говорить о том, что случилось, о том, как был послан Мессия, как он был послан пророчески предсказанно, было все это, и как все это совершилось и исполнилось. И когда все это совершилось и исполнилось, он говорит, вы, взяв его, руками беззаконных убили. Давайте мы посмотрим, вот она, вот он пример зарождения веры в сердцах людей. Совсем недавно эти люди, несмотря на то, что они пришли в Иерусалим на поклонение Богу, не верили тому, что происходило. Они не верили в Мессию, они не верили в Сына Божьего Иисуса Христа, они верили, не верили Иешуа, который был послан для спасения Израиля. Они говорили, это пьяные люди. И вдруг, слушая слова Петра, который приводил им места священного Писания и показывая то, как оно было на самом деле, эти люди умилились сердцем своим и сказали, мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись? Что нам делать? Вот это есть момент, когда вера зарождается в сердце у человека. Когда вера начинает зарождаться в сердце человека, следующее действие, которое оно должно производить, это оно должно совершенство проходить в сердце человека. Священное Писание говорит нам о том, что очень многие люди, которых Библия называет героями веры, которые прошли весь этот путь, которые впереди нашли все, что делали они, они делали верою. Одиннадцатая глава послания к евреям. Я хочу прочитывать некоторые слова отсюда. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельства древние. В ней, в этой вере, древние свидетельства. Эти древние свидетельства подчеркивали и говорили, верою познаем, что веки устроены Словом Божиим. Так что из невидимого произошло видимое. Это третий стих этой же главы. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим. Из невидимого произошло видимое. Что мы сегодня имеем? Мы имеем Слово Живого Бога. Откуда к нам пришло это Слово Живого Бога? Его писали святые божьи и человеки, будучи движимы Духом Святым. Божий Дух наполнил святых божьих человеков, пророков божьих. Он наполнил их. И в результате этого люди познали это Слово. И в них зарождается вера, слыша это Слово. Когда мы видим, что этот источник, который мы имеем, о котором Писание говорит, он есть начальник и совершитель нашей веры. И будучи этим начальником нашим, он хочет, чтобы наша вера, она жиждилась, основывалась и базировалась не на чувствах, не на эмоциях, не на желаниях наших, не на выгодах наших, которые очень часто человек ищет и хочет. Он понимает, человек должен знать, что наша вера, она базируется на признании великого Бога, Творца неба и земли. И признавая это, мы понимаем, что есть Слово, которое Он оставил нам. И это Слово должно приносить плод в нашем сердце, в нашей жизни. И вера, действующая любовью в наших сердцах, должна развивать и совершенствовать нас настолько, чтобы мы приходили в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Люди, которые жили впереди нас. Авраам, Исаак и Яков. Три, то, что мы называем патриарха веры. Давайте мы начнем с Авраама. История повествует нам, и Библия тоже, что Авраам вырастал в доме, который был идолопоклонниками. Он вынужден был оставить свой дом отца, потому что там, где он вырастал, в Уре-Халдейском, когда-то делали раскопки в Уре-Халдейском, именно это современный Ирак, и нашли там множество, множество предметов поклонения к культу Луны или Солнца. Там и были идолопоклонники в этом месте. И вот Авраам услышал голос Бога. Авраам! Авраам! Когда он услышал этот голос, когда Авраам услышал этот голос, вы знаете, он сразу поверил, что это есть великий Бог. У него не осталось сомнений. У него не осталось веры в этих идолов, несмотря на то, что в это верили его ближайшие родственники. Что вся, весь то племя, в котором он вырастал, они все были поклонниками идолов. У еврейского народа есть очень интересная притча, которую они учат детей еще с детских лет. Это именно притча об Аврааме. Там повествуется в этой истории, что у отца Авраама был большой, скажем, такая мастерская, в которой изготавливались глиняных разных идолов, и они продавали, и этим был источник дохода. И вот после того, когда Авраам уже познал живого Бога, и смотрел на этих всех идолов, однажды он взял палку и разбил всех этих идолов. Но когда он это делал, до него вдруг дошло, что он может получить большую проблему от своего отца. И тогда он взял и вложил палку в руки одного из этих глиняных идолов, которые были там, и сделал вид, что это не он сделал, как часто делают многие дети. Они хотят всегда свалить это на кого-то другого. И вы знаете, когда отец пришел, посмотрел в эту мастерскую, увидел всех этих разбитых идолов, он сказал, Авраам, почему ты это сделал? Он говорит, папа, это не я сделал, это вот тот идол сделал. Отец говорит, но он не может никак этого сделать, это же просто кусок глины. Он говорит, папа, почему ты в них веришь тогда? Отец, почему ты в них веришь тогда? Если это просто изделие рук человеческих, почему ты в них веришь? Вы знаете, вот тот путь, по которому шел Авраам, это путь веры, это путь примера для нас, как должна расти наша вера. Авраам, выйди, Авраам, выйди из дома твоего, из родца своего. Авраам пошел, потому что у него был этот источник веры. Священное Писание гораздо позже откроет нам это 10 глава первого послания к Коринфянам, где апостол Павел пишет за народ израильский, который вышел из Египта, и он повествует за этот народ и говорит, не хочу, это первый стих 10 главы, не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, все крестились Моисея в облаке и в море, все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Когда сегодня люди пытаются разделить Священное Писание на Ветхий Завет и на Новый Завет, они должны увидеть это место Священного Писания, они должны увидеть, что даже отцы, патриархи, они все пили из духовного последующего камня, камень же был Иисус Христос. И это было основание ихней веры, это было в то, что они надеялись, в тот град, в тот город, в то обетование, которое Господь обещал всем возлюбившим его явления, всем тем, которые должны наследовать это. Если мы смотрим за другой пример истинной, глубокой, большой веры, это пример Еноха. За него сказано так коротко. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его». Это 5 стих 11 евреям. «Верою Бог переселил Еноха». «Верою» кто источник нашей веры? Откуда она происходит? Что является ее основанием? «Верою Сара, будучи неплодная, будучи неплодная, уже не должна была она рождать». Это место, которое, стих теперь, который мы читаем, это 10-11. «Верою Сара, будучи неплодна, получив силу к принятию семени, и не по времени возраста родила». Почему? «Ибо она знала, что верен обещавший». Теперь давайте мы немножко посмотрим на нашу веру. На нашу веру. Наша вера должна базироваться, основываться на той же вере, которую Авраам имел. Потому что Писание говорит, «И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Можем ли мы быть сегодня праведными, не имея веры? А можем ли мы сегодня иметь веру, но не быть праведными? мы говорим об источнике веры? Мы говорим о том, что должна стать основой нашей жизни? Совершенно нет, братья и сестры. Верою поверил Авраам, верою поверил Иосиф, верою все эти люди, о которых перечислены здесь, совершали все это. Я даже больше скажу, даже больше того, Сын Божий, прошедший впереди нас, оставил нам пример, оставил нам пример, чтобы мы тоже шли этой же верою. Братья и сестры, говоря о нашей вере, я хочу задать всем один вопрос. Это вопрос для всех, кто здесь. Вы когда-нибудь садитесь в самолет и не верите, что он долетит до конца? Я повторю этот вопрос еще раз. Когда-нибудь было такое, что вы садитесь в самолет и вы не верите, что он долетит до конца? Я думаю, что человек, который так не верит, он не сядет в самолет. Один из моих сотрудников, который работает со мной, уже много лет работает в этой компании, он в своей жизни ни раз не летал на самолете. Ни один раз. Почему? Потому что он боится. Потому что он боится летать на самолете, потому что он говорит, такой страх на меня нападает, что я боюсь, что самолет упадет и все. У нас раньше было такое, что если человек 20 лет проработает в компании, ему давали две недели отпуска и оплачивали билет, куда он выбирает лететь. Он мог на Гавайи полететь за счет компании. Вы знаете, прошло у него эти 20 лет, дают ему этот отпуск, он говорит, я машине вместо этого. Если человек не верит, есть хороший христианский псалом, за который написано, вера через шторм проводит корабли, караваны движет по пустыне, идет караван по пустыне, ничего нету, один песок, но человек, который ведет этот караван, он уверен, что там в конце этого пути есть место, куда он идет, и он дойдет туда, он верит, начиная этот путь, разве не должен человек в вере своей начинать точно так же, понимая, что мой источник это Христос, и идя, я верю в тот город, все сии, за которые сказано, я вернусь снова в 11 главу к евреям, 13 стих, все сии умерли в вере, не получив обетования, обетования, а только издали видели онное и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, обратите внимание, они умерли в вере, это очень важно для нас сегодня, они умерли в вере, они начали свой путь и они его закончили, иногда в начале человек не всегда верит, я уверен, что находясь многие здесь а сегодня из нас, вот многие кто из нас сегодня здесь находится, они не были всегда верующими, поверьте, я говорю даже о верующих семьях, я даже говорю о детях, вырастающих верующих семьях, для того, чтобы пришла живая настоящая вера, человек должен обратиться к этому источнику, он должен получить первоначально, надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает и после этого начал жить согласно вере этой, то есть вера, мы должны всегда помнить, без дел мертва и об этом мы услышим позже, возможно даже на вечернем служении, что вера без дела на мертва, теперь мы смотрим, человек не знает Бога, человек не имеет веры, братья и сестры, я вырастал в семье, в которой были очень богобоязненные родители, с детских лет, с самого раннего возраста, сколько я себя помню, сколько я себя помню, и отец, и мать говорили мне о Боге, сколько я себя помню, это всегда было, что мы верующие, что на многого нельзя, мы должны соблюдать волю Божию, мы должны завидеть согласно Его законов, это было, пришло ко мне с первых дней моей жизни, сомнений, но когда мне было 15-16 лет, я задавал себе много вопросов, и у меня были сомнения, я не отрицаю их сегодня, что у меня были сомнения, которые заставляли меня волноваться и думать, а правильно ли тот путь, который выбрали мои родители, та вера, которой они мне говорят, у меня даже было некоторое огорчение, даже было некоторое огорчение, которое я думал, ну почему я родился в верующей семье, почему то нельзя, то нельзя, то нельзя, кино смотреть нельзя, телевизор иметь нельзя, то нельзя, то нельзя, вы знаете, эти все мысли, они проходили, они где-то в разуме, где-то в мыслях они блуждали, Конечно, я никому никогда не признавал их. Конечно, я никогда не говорил об этих вопросах. Они были внутри, это была моя борьба. Это была моя борьба, которую вел внутри себя человек. Мне казалось, что мои родители слишком строги. Мне казалось, что почему мне все запрещает то, что другим это можно и разрешает. Где-то внутри оно даже вызывало огорчение. До тех пор, пока не пришел момент, и когда я действительно опознал Господа. И когда эта вера зарождается, она зарождается... Вы знаете, мне очень нравится наблюдать, когда ты берешь семечко, посадил его в ведерко. Сейчас весна, и многие, возможно, у нас это делают. И потом ты начинаешь видеть, как эта семечко, она набухает сперва. Потом она лопается, и оттуда появляется такой маленький-маленький росточек. Один листочек появляется, второй, третий, она начинает расти. И после этого она начинает приносить плоды. Вы знаете, я верю, что точно так же вера должна проявляться в каждом из нас. Она должна зародиться, как зарождается новая жизнь. И эта вера должна зародиться внутри нашего сердца. И она сперва, конечно, слабая, неуверенная. Она еще нуждается много в защите. И в этом моменте церковь должна заботиться, чтобы эта вера сохранялась, чтобы молодые люди, у которых только появляется эта вера, чтобы они поняли цену этой веры, что в конце ее ждет обязательно награда. И когда этот плод начинает расти, когда этот плод начинает расти, он начинает приносить плоды. Он начинает приносить плоды. Потому что без веры не может человек угодить Господу. Не может он достичь жизни вечно, если в сердце его нет веры. Я даже больше скажу к этому. К большому сожалению, сегодня это меня очень тревожит. Очень тревожит. Сегодня люди боятся быть религиозными. Потому что новое течение христиан и верующих, которое возникло сегодня, она почему-то взяла религию и веру разделила. Если вы возьмете любой справочник и прочитаете, что такое религия, и она будет вера сверхъестественная, вера в Бога. Вера в Бога. Это сверхъестественная. Ну а потом вы начинаете слышать, что не должно быть религии. Должна быть вера. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Проблема в том, что взяли одно и то же по смыслу и разделили так, чтобы подорвать веру в Бога. Подорвать веру в Бога. Десять лет. Десять лет я ходил в школу, где у нас на втором этаже надпись вот такими большими буквами было написано. «Религия – это опиум для народа». Фридрих Энгельс. Десять лет. Я вспоминал каждый раз, когда я шел на урок истории или урок химии, я стоял возле этой стенки, когда ждешь, когда кабинет откроется, и читал эту надпись, на которой было написано «Религия – это опиум для народа». И это говорили атеисты, это говорили безбожники, это говорили люди, которые отрицали само существование Бога. Они хотели сломать верующих людей, чтобы перестали верующие люди верить в живого Бога. Вы знаете, то, что не смогли сделать коммунисты, то, что не смогли сделать атеисты, сегодня могут сделать так называемые люди, которые только называются себя верующими. Это можно очень легко изменить в том положении, когда они говорят, «А, не важно это, не важно то, не важно, как ты себя ведешь, не важно, как ты себя поступаешь, не важно, как ты себя одеваешь, не важно, как ты себе разговариваешь, ничего не важно, ты, главное, верь в Бога». Вот это не есть вера в Бога. Если ты веришь в Бога, ты начинаешь соблюдать то, что Бог хочет, ты начинаешь исполнять то, что Бог хочет, чтобы ты исполнял. Ты живешь тогда по Его законам, ты исполняешь Его заповеди, не потому, что это какое-то бремя или наказание, а из любви, как это сделал наш праотец Авраам. Посмотрите, он вырастал в доме, скажем, идолопоклонника, в доме, где были все неверующие люди, по сути дела, потому что и у Лавана продолжали быть эти идолы, которые дочь его, Рахиль, потом вынесла из дома своего. Но когда он поверил Богу, он не просто принял веру в свое сердце, он еще при этом поверил в заповеди Божии, поверил в закон Божий, поверил в то, что Господь хотел его исполнить. Вы скажете, что это не так? Так. 26 глава Бытие, 5 стих. Бог говорит сыну Авраама, Исааку, за то, что Авраам послушался глаза моего. Первое. Он послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, и повеления мои, и уставы мои, и законы мои. Бог благословил Исаака, и последующий родом говорит, смотри, что случилось с Авраамом, вера Авраама, как она действовала? Он поверил Богу. Поверил глазу Бога. И когда человек верит глазу Бога, он начинает верить тому, что Бог и сказал. Вот что отличает живую и действенную веру источником которой является сам Бог и Сын Его Иисус Христос, потому что этот источник и эта живая вера всегда будет приводить человека к исполнению заповедей Божьих, к исполнению воли Божьей, к исполнению заповедей Божьих, не к отрицанию к этому, не к тому, что человек будет сказать, это ничего не надо. Есть большая разница между тем, когда человек верит в Бога и когда человек верит Богу. Вы скажете, какая разница? Давайте прослушаем внимательно. Первое положение. Человек верит Богу. Когда человек верит в Богу, он верит и словам, которые Бог ему сказал. Авраам, выйди! Авраам пошел. Авраам, выйди! И он не мог сказать, но мне здесь хорошо, мне здесь приятно. Авраам, вот тебе заповеди! Авраам их исполняет, потому и Бог заметил это и услышал, что он его сказал. Кто бы ни был святый, праведный человек, он верил тем словам, которые Бог ему говорил. Теперь, что значит человек, который просто верит в Бога? Да, есть какая-то там сила, я не могу ее отрицать. Я не могу, сам собой не мог человек появиться. Из камня не мог человек появиться. И поэтому человек говорит, да, кто-то есть, но жить я буду так, как я хочу. Потому что я свободный человек и вправе поступать, как я хочу. Это мое дело, это моя жизнь. Зачем мне нужны какие-то заповеди? Зачем мне нужны какие-то правила, основания какие-то чего-то? Я буду жить так, как я хочу. Бог говорит одно в Писании. Да, я признаю Бога, но жить буду, как я хочу. Поступать, как я хочу. Вот эти люди, по сути дела, не верующие, потому что если бы верующие люди, они бы сказали, я должен жить по воле Божьей. Я должен исполнять волю Божию. Я должен поступать то, что требует от меня Господь. Жизнь Божья начинает жить в этом человеке. Павел об этом сказал, уже не я живу, а живет во мне Христос. И когда Христос живет в нас, то человек поступает согласно того призвания, в которое он призван. Итак, братья и сестры, чтобы подвести итог того, о чем мы сегодня говорили. Наша вера имеет источник. Источник этой веры, начальник этой веры, совершитель этой веры, наш Господь Иисус Христос. И имея этого совершителя нашей веры, взирая на него, мы должны поступать в этой жизни по вере. Наша вера должна быть твердая, непоколебимая. Вот почему Писание говорит подвязаться за веру, однажды преданную святым. Вот почему Писание говорит, что мы должны последовать героям веры, примерам веры, которые были впереди нас. Вот почему однажды Павел пишет любимому ученику своему Тимофею и говорит, что та нелицемерная вера, которая обитала в бабке твоей Лаиде и в матери твоей Эвнике, она и в тебе. Почему она передается из рода в род? Какая большая печаль сегодня, когда молодые люди говорят, мы не хотим верить так, как верят старшие. Мы не хотим верить так, как верят наши старшие. Это какая-то религия, которая никому ничего нужды, ни пользы не приносит. Мы хотим верить так, как мы хотим. Братья и сестры, да поможет нам наш Небесный Отец помнить о том, что мы именно верою, как апостол Петр написал об этом, достигая, наконец, верою спасения душ. Да будет каждая душа, кто слышит сегодня это слово спасенно. Потому что наш Господь, начальник и совершитель веры, сделал все возможное для того, чтобы люди могли получить это спасение, для того, чтобы они были спасены. Давайте, пусть эта вера умножается в наших сердцах. Ему слава за все. Аминь.